Всем привет! Ну а у вас на экранах сегодня видео от подписчика и донат шестого уровня просто открывает кучу подарков. Ну и конечно прокачивает акцию на фулл. Обошлось это ему очень дороговато, конечно. Больше шести тысяч рублей, как вы понимаете, по количеству рубинов, да? Наверное, большинство перематывает сразу в конец и смотрит результаты. Но сегодня у нас без музыкального сопровождения и давайте мы поговорим по поводу дропа. Что же не так с нашим дропом? Почему многие стали очень сильно жаловаться, что призы не выпадают? Ну знаете, я всегда говорил, что дроп отличается от того, что вы вытаскиваете за звезды и дроп отличается от того, что вы вытаскиваете за рубины. Причем самое интересное, чем сильнее ваш персонаж, тем, насколько я понимаю, дроп хуже. Хотя многие из донатов, возможно, меня начнут ругать. Но я считаю, все-таки формула распределяется именно так. Поэтому, если кто-то смотрел, у Санчеса вышло видео, где он пытался прокачать Крио-печку десятую и при этом потратил около 480 тысяч звезд. Это просто огромный антирекорд. Я даже делал по этому тему видео у меня на канале. Посмотрите. Так и называется антирекорд. Так вот, во многих случаях, когда персонаж становится очень сильным или очень мощным, ему специально урезают дроп на самый-самый минимум. Чтобы, если человек все-таки хотел оставаться в топе, ему приходилось больше вкладываться в эту игру. Я понимаю, что эта система равновесия, вот которую вы видите, появилась как раз с вводом манипулятора. Манипулятор, как вы понимаете, дает инъекции и на каждом уровне с этими инъекциями по-разному прокачиваются характеристики. Разная прокачка и, конечно же, разные уровни. Ну, то есть, получается разделение лик. Ну, то есть, если раньше, там, 21 уровни спокойно били 30-е, то если у вас есть манипулятор и вы средний игрок на 30-ке, то вы легко-легко пойдете вверх. То есть, если человек сидит на 21-м год, а вы на 30-м, вы, конечно же, станете намного сильнее. Так вот, вернемся к тому, что дроп с подарков все-таки зависит от того, насколько прокачан ваш персонаж. Эта идея ко мне пришла где-то примерно в 21-м году. Почему такая идея? Потому что средние, получается, акции, которые идут между новогодней акцией и между летней, дроп очень сильно у меня уменьшили. Я обычно, когда открывал подарки, у меня, ну, выпадало там определенное количество. По формуле я всегда высчитывал и говорил, что, допустим, если у вас какой-то там 15-й питомец, то следующий 16-й питомец, да, любой выпадающий, это в пределах 50 подарков. И я об этом всегда говорил. Но, однако, после введения основной формулы, которая, получается, пытается уравновесить именно игроков, получается немножко по-другому. Теперь в эту формулу включена мощность вашего персонажа. Это, насколько я понимаю, у нас считается, видимо, от базы. И она уменьшает проценты выпадения. То есть, чем сильнее, еще раз говорю, персонаж, тем тяжелее ему прокачать все. Ну, как говорится, к свое время один из игроков, также Донатов, говорил, что, чтобы прокачать летнюю акцию, раньше хватало вкинуть 3000 рублей, и ты находился в топе. Выкачивал акцию полностью. И, соответственно, в конце акции получал кучу звезд. Сейчас такое невозможно. Даже многие, кто закидывают до 15 тысяч рублей, 15, ну, то есть не 3000, как раньше, рублей, а 15, не могут выкачать акцию просто на фулл. Потому что им просто это не дает сделать игра. Либо это сделано для того, чтобы вы больше денег вкидывали, и, конечно же, ну, как бы донатили больше, чтобы, типа, оставаться топом, ну, и, как бы, приносить деньги разработчикам, да, получается. Но я думаю, что все-таки это сделано из-за равновесия. Потому что, как вы понимаете, игроки, которых я оценивал, вот буквально в рубрике, да, на 30-х уровнях, имеют некоторые характеристики под 1 миллион. Всего 1 миллион, ну, на 30-х уровнях. Даже многие имеют меньше, допустим, там, 450 тысяч, 600 тысяч характеристики. Но, однако, донаты, которые сидят на уровне на 30-м, имеют характеристики уже около 8 миллионов. Ну, это самые топовые игроки, которые у нас есть. И такая же ситуация происходит почти на всех уровнях. То есть, 6-й уровень, вот как вы сейчас смотрите, Peugeot у нас, да, он буквально только-только прокачивается, он играется совсем немного, и поэтому ему еще везет. Но чем дальше он будет прокачиваться, я думаю, будет история веселее. Ему не будет так везти, как сейчас ему везет при открытии подарков. Ну, это мое сугубо личное мнение. Хотелось бы, конечно, услышать и ваше по этому поводу. Но мы давайте еще порассуждаем. И возьмем, к примеру, Музмехи. Вы часто знаете, что многие жалуются, что не везет. Именно в экспедициях не выпадают золотые ключи. И ваш покорный слуга, конечно же, из этого разряда. Он ходит часто на кошмы, но веселья на кошмам ему не видать. Большое количество затрат. Обычно в конце зеленые ключи, а золотые ключи мне часто падают обычно со сложек. Вот в чем самый интересный парадокс. И я, кстати, не могу понять, почему именно происходит так. Может, возможно, из-за режима равновесия, который у нас есть, происходит такая ситуация. Многие, кто качают за Крионит, прекрасно тоже понимают, что некоторые персонажи прокачивают за Крионит, а некоторые персонажи это сделать не могут. И такие тенденции у нас в игре происходят везде. И самое интересное, если раскачка именно персонажа вашего происходит чисто за счет того, что процент между простыми игроками и донатами должен более-менее уравняться, либо донаты должны будут вкидывать намного больше, чтобы оставаться в топе. Но вот музмехи, к сожалению, к этому не имеют никакого отношения. Это чисто связано с прокачкой самого персонажа. Ну ладно, я уже долго рассуждаю, конечно, на эту тему, но все-таки считаю, что механика открытия подарков у нас немножко изменилась. И она теперь связана с разницей. Чем сильнее ваш персонаж, тем больше он по мощности, то открытие подарков, конечно же, к нему будет все веселее и дороже. Но что вы думаете, все-таки пишите. Но я склоняюсь к этому мнению.